Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Итак, понедельник, 27 февраля, решаем тактику. Поехали! Так, видите, атакован был белый ферзь с пешкой, здесь он отошел и атакован остался черный ферзь. Ну, видим, что также остался атакован белый слон. Поэтому какая-то есть идея отойти ферзьем так, чтобы слон остался под боем. Причем фигур поровну, можно в принципе побить на Д4. Но обращает на себя внимание то, что здесь эринхин по линии Д, можно отойти слоном, скажем, на Б5. Ферзь окажется под боем, но тогда ферзь А4 и не совсем понятно, на что тут белый рассчитывает. Так, вот вопрос. Ферзь Д4, какой же ход здесь есть такой, чтобы они могли огорчить соперника? Ну, слон Ф5, например, взяли на А4, взяли на Е6, это все не то. Король черных в центре, но непонятно. Ферзь Д4, Ферзь Д4, в чем идея? Ладья Е6, правда, ход есть, да? Вот мы замечаем ход ладья Е6, пешка бьет, ферзь бьет, если пойти король Д8, то слон бьет на Ж5, и уже какие-то неприятности наклевываются. Но, в принципе, на ладья Е6 можно сыграть и слон Е7, когда слон Ж5, да? Да, вот ладья Е6 интересный ход. Интересный ход. Ну, наверное, что-то будет на ладья Е6. Тут, наверное, все-таки прямой вариант. Или Ферзь Ф4, или Ферзь Д4. Или Ферзь Ф4. Так, Ферзь Ф4. Если побить на Д4 сразу, то в живых пока остается слон. Если Ферзь Д4, а потом побить на Х4, то, скорее всего, это лучше. Все-таки слон очень сильный, чернокольный. Вот Ферзь Д4, давайте посчитаем ход. Ладья Е6, бьем пешкой, бьем ферзем. Если это кину Д8, бьем слону на Ж5. Король С8. Да, ну тут опасно может быть. Любой отскок белопольного слона и уже проблема. Ферзь Д4, ладья Е6. ФЕ, Ферзь Е6. Хотя, зачем нам тогда вообще брать Ферзю? Ведь можно сыграть просто после Ферзь Д4, ладья Е6, ФЕ и слон Ж6. Ферзь поймался. Так, скрытое такое нападение. Но если сыграть король Д8, то слон Ж5. Король отошел. Это все очень опасно. Поэтому напрашивается Ферзь Ф4 и дальше взять ЕНЖ4. Можно даже и пешкой. Ладья Е6 тут не имеет такой силы. Поэтому голосуем за Ферзь Ф4. Да, и чем здесь бить? Очень важно. Можно побить пешкой, можно побить Ферзем. Ферзем, наверное, не то, потому что ладья Е6, Ферзь выскакивает. Если побить пешкой. Если побить пешкой. Правда, после Конь Е6 возникает вопрос с Ферзем на Ф4. Если Ферзь Ф4, ладья Е6, пешка бьет. Ферзь Е6, король отошел. Пешкой мне брать не нравится, потому что стоит ладья Е6. Ферзь, вернее, Ферзем не нравится, потому что ладья Е6, Ферзь там слишком пассивен. А если же Аш, то еще докажи здесь, что у белых что-то есть. Ферзь Х, Конь Е4, то есть Конь Е6. Под боем Ферзь. Теряюсь в догадках. Ферзь Х4 плюс только в том, что предлагается размен Ферзей. Если сыграть Ферзь Е3 здесь, то опять Ферзь Ф4 можно сыграть, привязаться. Поэтому, наверное, все-таки Ферзь Х4. Единственное, это Конь Е6, это просто объем на Х3. Двойной шаг не страшен. А если сыграть просто ладья Е6, взяли Ферзь Е6, король отошел. Ну, маловато, маловато. Поэтому попробуем Ферзь Х4. Да, ну и забрал. Так, интуиция не подвела. О, а эту позицию я когда-то решал. Какой же здесь... Тут очень интересная, теоретическая, для теории важная позиция ничейная возникает. Ж6, вернее, Ж7. Король, Аж7. Далее. Ж6. Король, Аж6. Аж8, Ферзь. Король, Ф7. Шаг, король, Ж6. Да, 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 да. Вот я вспомнил. Очень интересная позиция. Здесь ставим Ферзя, ладья бьет, король, Ф7. Шаг, отошел. Невероятная позиция. Я первый раз, я ее не решил тогда. Первый раз, когда увидел это положение, мне казалось бы, ну как же здесь ничья. Как же здесь ничья. А все-таки ничья. Видите, ничья патом. Невероятная позиция. Давайте еще раз, для тех, кто не видел, очень, такая, можно сказать, занимательная. То есть, как же здесь ничья сделать. Если поставить сразу Ферзя, то ладья забрала. И ничего нет. Иначе нужно давать шаг. В этой позиции. Если отойти просто король Ф7, забрали. Забрали на А7, нет вариантов. Сюда. Просто методом исключения решается. Если играть король Ф7, снова ладья Ж7 и забрали. Поэтому ставим Ферзя. И вот здесь невероятно. Казалось бы, что просто король Ф7 и пешка теряется. Но король заходит в пад. И вот это невероятно при ходе черных ничья. Видите, брать пешку или ладьем, или королем, это пад. А если сюда, то шаг, закрылись и два короля на доске. Великолепная позиция. А, вот это вот известнейшая позиция. Но тут король Ф7, А5, А4. Насколько я помню, это так. Да. Но это теория тут знать нужно. Король Ф6, да? Это все нужно знать. Так что учите, ребята, Н-шпиль. Ж7, туда-сюда и мат. Так, а это совсем не Н-шпиль. А возможность поставить мат путем Ферзь А6, Ладья Ж8, Ладья Ф4. Так, а может быть сразу заехать Ладья Ф4? Вот тут есть типичный такой механизм. Пойти Ферзь А6, Ладья Ж8, Ладья Ф4 и грозить матом после Ферзь А7, Король А7, Ладья А4. Но проблема в том, что на Ферзь А6, Ладья Ж8, Ладья Ф4 есть ход Ж5. И дальше Ладья Выпрыгивает на Ж6, атакует Ферзя и вся эта история не проходит. А если сыграть сразу Ладья Ф4? На Е5 просто Ферзь А6, Ладья Ж8 взяли на А7 и мат на А4. Ладья Ф4 похоже верно. Но есть ли тут контр-шансы какие-то? Вот видите, Е5 не проходит. Если сразу сыграть Ладья Ж8 в этой позиции, чтобы на Ферзь А6 сыграть Ж5, но тогда Ладья Х4. Ладья Х4, что дальше? Есть, конечно, ход такой, как Ферзь С5, Ферзь А5. Тоже такие тревожащие ходы. Причем и сразу может быть такой ход. Но на ход Ферзь С5 можно Конь Ф5 сыграть. Конь Ф5, Ладья Ф4, Ферзь С5. Если сыграть Ферзь А6, то Ладья Ж8 и здесь Ладья А4 в принципе есть. Не знаю, пробуем. Ладья Ф4, Ладья Ж8, Ладья А4, да? Ферзь С5, Ферзь А6. Ферзь А6. Так, еще варианты. Конь Ф5 какой-то ход. Конь Ф5 тоже интересный ход, чтобы перекрыть пятую линию. Но мне все-таки Ладья Ф4 больше нравится. Ладья Ф4. Какие еще могут быть защитные ресурсы? Я уже начинаю тут себя уговаривать. Это, конечно, неправильно. Что вот после Ладья Ф4 мне это очень понравилось. И я закрываю глаза на защитные возможности. Ферзь С5, да? Конь Ф5. Конь Ф5. Какой ход? Конь Ф5, Ферзь Е3 есть еще какой-то ход. Это связка по линии С1, С6. Видите, Ферзь С5. Конь Ф5, Ферзь... А, Ферзь Е3 же нет. Ферзь Е3 же нет. А если побить Коня, ЕФ, а потом Ладья Ф4, Ладья А4, да, Ферзь Е3 нет ход. Но не знаю, может быть проходит. То есть я в партии бы, в быстрой партии, или Блиц я сыграл бы Ладья Ф4. Дальше. На Ферзь С5 сыграл бы Конь Ф5. На ЕФ сыграл бы просто Ладья А4 и там уже точно упаковал бы как-то Черного Короля. Давайте попробуем, не знаю. Да, Ладья зашла. Теперь нужно сыграть Ладья А4 обязательно, потому что на Ферзь А6 последует Ж5. Да, ну простая очень задача, ведь решил буквально в пару секунд, но стоило проверить. Видите, защита по пятой линии не получалась. Вот и еще одна задачка на атаку. Видите, сразу с Эншпиля в атаку. Так. Ну что, напрашиваются какие-то шахи. Ферзь А3 такой ход интересный. Смотрите. Интересный ход Ферзь А3. Дело в том, что если сыграть Король Е8, там мат поджидает. Мы просто играем Конь Ф6, Король Ф8, Ферзь А6. Так, хорошо. А если сыграть... Ну, Ф5 ничего не дает. Если сыграть просто Король С7 или Король С6? Король С7. Слон Ф4. Просвечиваем. Просвечиваем. Слон Ф4. Король С6. И уже с шахами какие-то проблемы, да, возникают. Ферзь А6, конечно, есть ход, но это что-то не то. Ферзь А3, Король С7. Давайте еще Кунь Б5, может быть, тогда Король Б6. Да. Шах, Король С6. Пум-пум-пум-пум. Не получается. Король С7 тоже не получается. В чем же проблема? Может быть, какие-то еще варианты есть? Кунь С5 какой-то сразу вскрыть линию Е с темпом, да? По фигурам, в принципе, у белых не хватает ладить. Поэтому тут слишком много отдавать тоже не нужно. Кунь С5, Кунь С5. Нужно бить наверняка. Ферзь А3. Король отошел на С7. Шах на Ф4. Король С6. Ферзь А3 открылся, да, ход? Но там и слон Д5 появился ход. Это сложная позиция уже. Ферзь А3 есть ход. Конь С5 какой-то. Конь Ф6. Может быть, Конь Ф6. Конь Ф6. Что дальше? Слон Ф6. Шах на А3. Теперь уже открыта линия Е, да? Конь Ф6, слон Ф6. Шах на А3. Куда ходить? Король Д6. Можно поставить шах, слон Ф4. От Конь Ф6 больше нравится. После Конь С5, Конь С5 слон Д5 появляется. Конь Ф6 какой-то такой конкретный ход. Слон Ф6, Ферзь А3. Ферзь А3 явно в каком-то варианте пройдет. Так, Король Д6. Слон Ф4. Король С6. Ферзь Ф3, Ферзь Д5. Там шах, Ладей А6 нет. Хода. Да. Ну, разве что есть ход еще Ферзь Ф6. Ну, Ферзь Ф6 ход хороший, кстати. Ферзь Ф6 ход хороший. Если сыграть Ферзь Д6. Снова не находится, да? Ну, что, может быть, тогда Конь С5, Конь С5. Ферзь Х3, Король С6. Слишком много защитников. Ферзь Ф3, Слон Д5, не то. Ферзь Ф3 сразу, Конь Ф6. Вот эти два хода основные. Слон Е5 может быть слон... То есть, вернее, Слон Е7, да? Может быть Слон Е7. Почему? Потому что все-таки сдаются угроза хода Ферзь Д6. На Ферзь Е5, то есть Ферзь Е7, можно сыграть Конь Ф6. И если брать на Ф6, то у белых все-таки перевес. Значительный. Слон Е7. Простой очень ход. Очень простой ход. Ферзь Х3, Король С6. Ферзь Ф3, может быть, какой-то ход не то. Да, теряюсь в догадках. Время идет, и ничего не находится конкретного. Надо посчитать конкретный вариант. Это чисто счетная позиция. Типичная тактическая позиция. Так, смотрим. Ходы кандидаты. Конь Ф6, Ферзь Х3, Шахи, Слон Е7. Других ходов, видимо, нет. Но Конь С4, это слишком медленно. Конь Е5 идейно, но слишком долго. Конь Б5 тоже слишком долго. Ну, давайте Ферзь Х3 посмотрим. Ферзь Х3. Еще раз. Король Е8, Конь Ф6, Король Ф8, Ферзь Х6 мат. Или Слон Х6, тоже мат. Поэтому на Е8 ходить нельзя. Дальше. Если сыграть Король С7 или Король С6. Вот Король С7. Ход неплохой. Почему? Потому что мы предоставляем белым очень много шансов для атаки. Конь Б5, ход есть Король Б6. Что дальше? А дальше, к сожалению, ничего не видно. Слон Ф4, Король Б6. Конь С4, Король А6. Вот здесь тоже ничего не видно. Вот Король С7 задает нам сначала сразу вопрос. Какой здесь ход выбрать? Ферзь Ж3, Король Б6. Получается. Как? Да, поэтому ход Ферзь Х3 мне не нравится. Есть ход Король С7. Король С6 тоже непонятно, как опровергать. Да. Видимо, Ферзь Х3 сразу не идет. Теперь переключаемся на Конь Ф6. Конь Ф6. Хороший ход. Если сыграть Король С8 в этой позиции, Ферзь Даш3, Король С7. Ну, в принципе, можно сыграть просто ладья Е7 на Ферзь Е7, Конь Д5. Это будет хорошо. То есть, если сыграть Конь Ф6 сразу, да? Конь Ф6 сразу. Конь Ф6 сразу хорошо. Потому что, Слон Ф6, дальше Ферзь Х3, Король С6. Король С6. Ферзь Ф3, Король Б6, Ферзь Ф6. Ферзь Ф6 хода нет, да? Конь С6. Тоже не то. Конь Ф6 как-то, да? Конь Ф6 как-то. Слон Ф6. Казалось бы, уже совсем раскрыли Короля. Какой же здесь мат? Шах Наш3. Король отошел. Как дальше? Ферзь Ф3, Король Б6. Шах Конь Отошел, да? Не получается тоже. Может быть, тогда все-таки Слон Е7. Взяли Слоном на Е7. Смотрим. Ферзь Е7. Конь Ф6. Шах Конь Отошел. Е7 отойдем. Забрали. И в итоге... Ну, что в итоге? В итоге все равно. У нас две ладьи за Ферзя. Слон Е7. Ферзь Е7. Конь Ф6. Отошел. Забрал, забрал. Конь Д5. Отошел. Ферзь Э3. Отошел. Да. Хотя бы даже так. Хотя бы даже так. Конь Ф3. Вернее, Конь Ф6. Слон Ф6. Вот и попал. То есть, не знаю, какой ход выбрать. Ферзь Э3 или Конь Ф6. Или Слон Е7. Слон Е7. Ферзь Е7. Конь Ф6. Да. Ладно. Давайте рискнем. Сыграем Слон Е7. Посмотрим, что будет. Да. Все-таки этот ход Слон Е7. А что дальше? Конь Ф6 все-таки, да? Конь Ф6. Ну, самый такой напрашивающийся ход. Потому что, если сыграть просто Ферзь. Ферзь Э3, да? То Король Д8. И тут еще иди поймай его, да? Конь Ц5. Ход тоже какой-то не тот. Ну, Конь Ф6 напрашивается. Самый такой простой. Рабочий крестьянский метод выигрыша Ферзя. Конь Ф6. Ферзь бьет. Ферзь бьет. Да. Если Король отходит. Бьем. Конь Д5. Какая-то атака будет. Ну, ладно. Да. Ну и забрал. Очень простая задача, оказывается. Ну, видите. Хотелось доверного разыграть. Мифы и Миражи остались у нас в прошлом. То есть, такие ходы, как Конь Ф6 остались в прошлом, да? И такой ход, как Ферзь Э3 тоже не сыграл. Хотя, очень идейные, неплохие ходы. А давайте все-таки посмотрим на Чезбейс. А что же в этом случае было? Итак, вот эта позиция в формате Чезбейс. И действительно, мы видим абсолютно корректную задачу. Первый ход все-таки Ферзь. То есть, слон бьет Е7. И ход Ферзь Э3 есть. И ход Конь Ф6 есть. И ход Конь С5 есть. Давайте посмотрим. Правда, вот слон Е7, этот прямой вариант, не вызывает никаких сомнений. Видите, перевес существенный. Плюс 6. Но если сыграть Конь Ф6 в этой позиции, то слон Ф6, Ферзь Э3. И тут интересно, что Король С6 нельзя ходить. Потому что такой интересный механизм, да? Ничейный. Смотрите, Ферзь Э6, Ферзь Э3. Никак не сыграешь иначе. Король Б6 есть вилка. На Король С7 еще одна вилка. Если сыграть Король Д7, то бьем здесь. На Ферзь С7. То есть, Ладья Е7 и мат следующим ходом. Вот. Поэтому тут мы играем в этой позиции только Король С7. И оказывается, что Белых недостаточно ресурсов для атаки. То есть, видите, проиграно позиции. Можно сыграть Конь С5 в этой позиции. Конь С5. Дальше Конь С5. Ладья Е7. Король С8. Конь Б5. Ферзь Д3. Конь Д6 шаг. Король Б8. Очень запутанная позиция. Видите, Аш3 можно сыграть. По-прежнему у Белых не хватает ладьи. Но атака очень сильна. Король зажат. Ну и, видите, позиция примерно равна. То есть, удивительное дело. Но такое интересное окончание сегодняшней тактики. Решил все позиции. Ну и, давайте еще раз прокрутим. Слон Е7. Дальше. Так. И забрали. Да, это была последняя тактика. Напомню, у нас сегодня была вот эта вот позиция, где нужно было пробить ферзем на А4. Этюд фактически Эншпильный. Это известная теоретическая позиция в пешечном окончании. Вот это довольно простая позиция на атаку. С клином на Ф6. Ну и вот эта позиция на выигрыш ферзя. Рейтинг значительно повысил. Видите, все идет в гору. И иду к отметке 2.700. Спасибо за внимание. До свидания.